Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу вам в этом клипе представить небольшой обзор твилийских дней книги. Начинаю его как раз с павильона Маньям, которая у нас представляет букинистический угол, буккорнер, букинистури кутхе. Она тоже принесла самую лучшую литературу для того, чтобы представить ее на днях книги. И, кстати, когда мы с ней общались, она сказала, что практически все самое хорошее, интересное раскупили. Было несколько павильонов, где была представлена новая новинка, были представлены литературы, изданные в России. Различные издательства, популярные издательства были представлены, как художественная, так и научно популярная. Это детская литература. Вот вы здесь видите как раз детскую литературу. И как раз у этих прилавков было очень много людей, которые интересовались этими книжками и ценами. Соответственно, цены были, кстати, в масштабах всего этого мероприятия очень доступными и демократичными. Дело в том, что все павильоны решили объявить какие-то грандиозные скидки. Скидки были до 60%. Но я, как я вам уже рассказывал в предыдущем ролике, посетил это мероприятие в последний день, в воскресенье, когда оставалось всего лишь два часа до закрытия. Когда я уже вышел с этой территории, то уже вскоре, наверное, уже и закрыли. Тем не менее, хочу сказать, что версия о том, что вот молодежь в Грузии совсем больше ничего не читает. И вот старшее поколение, которое умело и знало, как нужно и что нужно читать, уже, так сказать, уходит со сцены. И вот остаются безграмотные и необразованные люди. Это все миф, судя по тому, сколько людей было на этом мероприятии. Вот прекрасная книга, как раз грузинский плакат. Замечательное издание, которое в этом году было выпущено издательством Артаноджи. Замечательное. Можно было приобрести по большой скидке за 40 лари в то время, когда я покупал за 70 лари в павильоне Музея изобразительных искусств. Я вам тогда рассказывал и делал такой обзор этого магазина, где можно приобрести различные сувениры. Кстати, о сувенирах. Здесь было представлено очень много компаний, которые занимаются изготовлением сувениров. Это и принты, и магниты, и чашки, кружки, майки, плакаты, постеры, открытки. В общем, на все вкусы это касается и тематики Тбилиси, и касается всяких косыночки, скатерти. Это касается и тематики Пиросмани. Это касается тематики достопримечательностей Грузии. И, конечно же, всегда очень интересно окунуться вот в эту тему, потому что всем нам приходится дарить какие-то сувениры нашим друзьям, коллегам, деловым партнерам, которые приезжают в Грузию из-за рубежа и хотят с собой забрать кусочек Грузии вместе с бутылочкой настоящего грузинского красного полусухого, может быть, с бутылочкой чачи, подарить сувениры, конечно же, тоже очень эффектно. Так вот, здесь на этом мероприятии было очень много молодых, практически в кадре только они и есть. Приходили друзья, подруги, супруги, молодожены, женихи с невестой, так они и кривлялись вокруг этих книг, так они и друг за другом ухаживали, что-то показывали. В общем, все было очень интересно и очень ярко. Вот это тоже очень хороший павильон, кажется, это... Вот, посмотрите, Москва, архитектура советского модернизма, то же самое и Ленинград, и вот издание про Алма-Ату. Я думаю, что было еще о каких-то городах, вот были еще книжки о других городах, но все это раскупили, и потом, когда я завершил съемку, хотел пойти и купить эти две книжки, то уже их не было, три книжки, то уже их тоже и не было, представляете? То есть эти книги пользуются большой популярностью, точно так же, как и книги на английском языке, потому что были очень интересные издания, которые касались современных билбордов, плакатов, современных шрифтов, то есть издательское рекламное дело было очень... Они пользовались большим спросом, к сожалению, пока что у нас на грузинском языке таких книг нет, хотя вот в Москве, в книжном магазине «Республика» и вот в этом огромном книжном магазине «Москва» на Тверской я видел много изданий, которые касаются рекламы и средств массовой информации современных. Кстати, было очень много гостей, вот только что в кадре были гости из Армении, и они интересовались литературой о Грузии, о Тбилиси, о грузинских художниках, и как раз у одного из издательств было представлено новое такое издание, новая книжка, альбомного такого формата, о Перусмане на грузинском, русском и английском языках, такое трио, да, такое лингвистическое трио, очень было интересно. Между прочим, естественно, эта книжка, которая продается за 100 лари в книжных магазинах, ее вот в последние минуты, в последние часы можно было приобрести всего лишь за 30 лари, что я и сделал после того, как я не успел приобрести вот те книги про архитектуру Москвы и Ленинграда, тем более это вот уже вот наше время практически, вот пост, да, было бы, конечно же, интересно такую книгу увидеть и от Тбилиси. Ну, как говорится, хочешь увидеть, сам и напиши, потому что много материалов, которые я хотел бы видеть в эфире, я их элементарно беру и снимаю, и сам узнаю о том, что происходит в той или иной сфере, и, соответственно, знакомлюсь с этим наших читателей. Я думаю, что для тех, кого интересуют книги, кого интересуют современные издания, литература, как на грузинском, так и на русском языке, посещение этого фестиваля было очень полезным. Я вот делаю обзор, кстати, было у меня много анонсов, и вот наши зрители писали о том, что многие из них попали на этот фестиваль, на эти книжные дни, именно благодаря тому, что увидели эти анонсы у меня на страничках. Благодарю вас. Кстати, многие зрители еще просят написать список букинистических магазинов Тмилиси. К сожалению, дорогие друзья, вот так вот список составлять смысла не имеет. Просто вот все мои друзья-букинисты, с которыми я общаюсь, которые меня снабжают интересной и нужной литературой, они у меня есть на страничке. Поэтому, оказавшись на, так сказать, том или ином видео, которое рассказывает о том или ином букинистическом павильоне, просто нужно проскроллить, посмотреть и найти других. В основном это буккорнер, да, букинистический угол, это проспект Чорчавадзе, 22, это рядом следующий магазин в Солулаке за мэрией, это Соломей и Рамас, и это Георгий, который сейчас находится на улице Узнадзе, 33, да. И еще на улице Джавахишвили, там тоже подвальчик есть, рядом с гостиницей Лондон, там сидит Лаша. Практически про все эти магазины я писал вам на... Не писал, делал видео, снимал, делал большие обзоры. Так что можете посмотреть по хэштегу книга, букинистический магазин, можно будет все это найти. По-моему, так больше никто и не снимает детально про эти книги. Хорошо, что наши зрители еще не говорят, что хватит нам про книги рассказывать, как это было с нафтлукским рынком. Кстати, ближайшие ролики, ближайшие ролики будут касаться уже других обзоров, ну а с книжками, естественно, мы продолжим вас знакомить. Всего вам доброго и до встречи.